14 января прошлого года президент нашей страны своим указом учредил в стране новый праздник – День Благодарности, который отмечается 1 марта в День образования Ассамблеи народа Казахстана. День Благодарности уже вот второй год отмечается в Казахстане. Вы знаете, что Ельбасе об этом сказал на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Всеми казахстанцами эта инициатива была принята с большим воодушевлением. Праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу и в первую очередь казахам. Нация, которая в годы сталинских репрессий с теплом и радушием приняла депортированные народы, несмотря на все трудности. В 30-х годах очень много народов переселяли в Казахстан. И вот именно казахи, они не остались равнодушными и приютили у себя очень много национальностей. Сегодня очень большая задача стоит, чтобы молодое поколение всех этносов Казахстана, единого народа Казахстана, он помнил историю. А когда человек помнит историю, соответственно, сохраняется в душе и благодарность. Годы совместной жизни и деятельности показывают, насколько силен и развит и богат казахстанский народ. На сегодняшний день все этносы имеют возможность развивать свою культуру, язык. И каждый из них хотел бы сказать спасибо и поздравить весь Казахстан с Днем Благодарности. Я хочу поздравить всех казахстанцев с этим, можно сказать, великим праздником Днем Благодарности. В слой Благодарности заложено все внутреннее состояние, самое лучшее качество человека. Для гостей и участников мероприятия была подготовлена праздничная концертная программа. Гости смогли увидеть яркие выступления танцевальных коллективов и услышать композиции в честь Дня Благодарности. В Доме Дружбы также прошла выставка этнокультурных объединений и фотовыставка «Казахстан. Наш общий дом», которая направлена на сохранение и распространение культурных и исторических ценностей через искусство. Вообще, вы знаете, это красивый, прекрасный праздник, он вот сегодня вот в этом зале все светится, все люди улыбаются, друг друга поздравляют, друг друга благодарят за то, что прежде всего, что они есть. Нужно помнить и гордиться своей историей – это один из главных посылов сегодня, а одна из главных целей – воспитание дружелюбия и уважения друг к другу.